Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и вы смотрите новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Глава муниципалитета Алексей Спасский поздравил сотрудников МФЦ с профессиональным праздником. Решите одновременно поздравить вас с профессиональным праздником, поблагодарить за вашу непростую труд. Два новых троллейбуса пополнили Видновский троллейбусный парк. Стараемся заменять старый подвижной состав, стараемся, чтобы новые троллейбусы были более комфортабельны. В рубрике «Любимому городу» мы расскажем об усадьбе Суханово. В самом Суханово мы можем вообще, это уникальная такая история, посмотреть три стиля архитектурных. Это дорический, ионический, и коренгский. Ежегодно в начале сентября отмечается День работника МФЦ Московской области. Поздравить с профессиональным праздником сотрудников Видновского центра Майдокументы приехал глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Максим Козлов расскажет подробности. В 7.30 утра первым посетителем многофункционального центра на улице Школьной Видном в этот день стал глава муниципалитета Алексей Спасский. Правда, до открытия еще полчаса, но и повод для визита особый. Решите одновременно поздравить вас с профессиональным праздником, поблагодарить за ваш непростой труд, потому что, ну, по себе знаю, самое сложное, самое непростое – это живое общение с живым человеком. 11 сентября отмечается День работников МФЦ Московской области. И глава округа приехал не только поздравить сотрудников центра с праздником, но и наградить лучших из лучших. Просторное помещение, где обычно принимают заявителей, на время превратилось в конференц-зал. То, что вы даете нам, жителям, действительно, это существенно важно, а в принципе сейчас это одно из основных. Поэтому жители действительно с благодарностью относятся к вашей работе. Спасибо вам большое. С праздником вас. Сотрудникам многофункционального центра вручили благодарственные письма не только главы, но и советы депутатов Ленинского городского округа. Получила награду и ведущий специалист МФЦ Ирина Самозванцева. Она трудится в центре пять лет и самым ценным в работе считает помощь и поддержку коллег. У нас на самом деле очень дружный коллектив. И у нас новые сотрудники, которые приходят на стажировку, они совершенно очень быстро вливаются. У нас сотрудники друг друга поддерживают. То есть у нас очень сплоченный коллектив. Получили сотрудники и ведомственные благодарности, которые вручил директор МФЦ Николай Бондаренко. Наградили многих, ведь объем работы, который выполняют эти люди, немало. И к тому же необходимо постоянно повышать квалификацию. Только за это полугодие около 400 тысяч заявлений, обработаны нашими специалистами. А значит, это около 400 тысяч человек получили государственные и муниципальные услуги. Министерством государственного управления Московской области разработан специальный программный комплекс, в котором наши сотрудники проходят и обучение, и периодическое тестирование. Праздник праздником, а рабочий день никто не отменял. Сразу после награждения зал наполнился посетителями, и работа закипела. Работа столь необходимая всем без исключения жителям округа. Они нам дают подсказки, информируют, нас консультируют. Молодцы. Сейчас филиалы МФЦ работают во всех поселениях округа. В октябре 2021 года открылся отдел в жилом комплексе «Государев дом». И работа, направленная на то, чтобы услуги центра «Мои документы» были более доступны жителям, продолжается. Округ очень сильно растет. Вы видите, как выросла численность населения, и перепись это показала. И наша следующая задача – это пригород лесное. Запрос такой есть. Мы с застройщиком определились. Есть понимание по земельному участку. И поэтому в течение 2023 года твердо намерены реализовать данные планы. Всего во всех филиалах МФЦ Ленинского округа трудится 240 человек. В настоящий момент в центре можно получить более 350 услуг. Максим Козлов, Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В Видновском троллейбусном парке пополнение. Два новых троллейбуса уже курсируют по городским маршрутам. Машины более комфортабельные и удобные как для водителей, так и для пассажиров. Оценил преимущества и глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Подробности в сюжете Натальи Буслаевой. Троллейбусное движение в городе Видное было запущено в сентябре 2000-го. И основные машины предприятия примерно того же года выпуска. Постепенно руководство парка по мере возможностей старалось обновлять подвижной состав. В этом году было приобретено два новых троллейбуса. Стараемся заменять старый подвижной состав. Стараемся, чтобы новые троллейбусы были более комфортабельны, чтобы нашим пассажирам было приятно в них ездить. И, конечно, это обновление старого парка. За последние четыре года нами были приобретены шесть троллейбусов взамен старых. Поэтому будем стараться и дальше идти к обновлению подвижного состава. У новых транспортных средств улучшенные ходовые характеристики. Низкий уровень шума, просторный салон с антивандальными сидениями, удобная система открытия дверей и цифровое табло с указанием маршрута. Все это сделает поездку по городу более комфортной для пассажиров. И зеркала, и сидения, и половые покрытия, и комфортабельность вождения водителя – это абсолютно разные вещи. И даже корпус в корне отличается от старых троллейбусов. Водитель Дмитрий Болтак более восьми лет работает в Видновском троллейбусном парке. Одним из первых оценил преимущества новых машин. Комфортно, и пассажирам комфортно, они по-другому смотрят, садятся по-другому. И водителю легче, там система обновленная, немного по-другому уже и в управлении легче, и плавность набора скорости. Приехал посмотреть на новые троллейбусы и глава Ленинского городского округа. Сначала Алексей Спаский для сравнения побывал в салонах старых машин. Старый троллейбус, его можно назвать очень атмосферным. Это, наверное, те троллейбусы, которые мы, будучи там школьниками, студентами, катались. Вот, может быть, с того его времени ничего не изменилось. Тем более, что директор показал нам самые практически старые троллейбусы. Здесь новые, современные, даже, хоть мы и решили не пробовать антивандальные кресла, которые, говорят, сразу не разрезать. Давайте все-таки оставим это на совести производителя, это утверждение. Во время своего визита глава муниципалитета обсудил с директором троллейбусного парка и несколько производственных вопросов. В том числе, благоустройство территории самого предприятия. Предприятие очень стабильно работает, предприятие прибыльное и не вызывает у нас никакой проблематики. Но плюс ко всему, даже не качество, а необходимость обновления подверженного состава, это тоже такая вечная тема, которую нужно ежегодно осуществлять для того, чтобы троллейбусы радовали, были безопасными. Стоит отметить, что этот вид общественного транспорта очень популярен у видновчан. Ежедневно на линию выходят 17 троллейбусов, которые перевозят около 7 тысяч человек по четырем городским маршрутам. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В поселке совхоза имени Ленина прошла благотворительная акция. Она была приурочена к началу учебного года и Дню благотворительности, который отмечается в начале сентября. Представители главного акционера ЗАО совхоза имени Ленина, агрокомплекса «Рота Агро» и совета поселка посетили несколько многодетных семей и семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Гости пришли не с пустыми руками, всем вручили символичные подарки и карточку одного из супермаркетов номиналом 1000 рублей. Эти деньги можно потратить на школьные принадлежности. Мы никогда не забываем о наших жителях и всегда находим время для того, чтобы подарить им улыбку, частичку счастья, добра. И, конечно, было приятно, когда они улыбались нам в ответ и благодарили. Напомним, на 1 сентября в качестве подарка на День знаний родители всех первоклассников муниципальной школы поселка совхоза имени Ленина также получили финансовую помощь от агрохолдинга. Сегодня в рубрике «Любимому городу» мы расскажем об усадьбе Суханова – месте с богатой историей, где жила семья Волконских и где оборвался ее род. Наш корреспондент Юлия Погосьяна расскажет об интересных фактах уклада жизни князей и архитектурных решениях территории поместья. История усадьбы Суханова берет начало с конца 17 века, но каких-либо построек того времени не сохранилось. Все, что мы видим сегодня – творение русского деятеля, генерал-губернатора Алексея Мельгунова. Строительство усадьбы Мельгуновы начали в конце 18 века. В живописном лесу вблизи реки Гвоздянки расположилось несколько строений, характеризующих разные архитектурные стили. Главное – это двухэтажный дом. Интересно, что кухня находилась отдельно, чтобы избежать запахов приготовления пищи, возможных пожаров и крыс. Такие загородные поместья знать приобретало в желании уединиться от загрязненных городов. Все пытались уехать из городов, из больших. Почему? Потому что была пыль, не было никаких поливальных машин, ну так скажем, да, к слову. Второе, чтобы вы понимали, не было банально туалетов, да, и, соответственно, были отхожие места, которые выгребались каждое утро. Плюс вместо машин ходили лошади, а лошади – это такое отходное производство, так скажем, да. Соответственно, все это попадало на улицы, и все это пахло не очень хорошо. Раньше к главному дому примыкал храм Рождества Пресвятой Богородицы. Сегодня об этом напоминает лишь информационная табличка. Для священнослужителей на территории усадьбы был построен отдельный дом, выполненный в псевдоготическом стиле. Немножко отсыл идет к Царицыно, да, все-таки Царицыно – это тоже псевдоготика. Ну и плюс, если мы посмотрим вот наверху, такие зубцы, они называются мерлоны, это такой итальянский стиль. И если мы вспомним нашу кремлевскую стену, да, там такие же зубцы, мерлоны, и, собственно, Кремль строили кто? Конечно, итальянцы. После смерти Мельгунова всем этим великолепием стала владеть его дочь Екатерина, которая вышла замуж за князя Дмитрия Волконского. Уникальная возможность попасть внутрь главного дома-усадьбы. Когда-то по этим коридорам ходила семья Волконских. Сегодня в шикарных интерьерах конца 18 века обучаются дети. Спасибо огромное директору лицея Привалову Александру Владимировичу. В этом месте, в самом Суханово, мы можем вообще, это уникальная такая история, посмотреть три стиля архитектурных. Это дорический, ионический, и коринфский. Вот здесь вот сзади меня вы видите колонны коринфского ордера. Вот такое навершие в виде закрученных листиков. Это как раз коринфский стиль. У усадьбы Суханово огромная территория. Помимо всего прочего, здесь расположено несколько флигелей для прислуги и дом управляющего. А еще парковый ансамбль со скульптурами, набережной и ротондами, высокими беседками с колоннами. Одна из них именуется храмом Венеры. На территории усадьбы установлена скульптура архитектора Соколова, навеяна басней Лафонтена. Их несколько. Одна из них находится в царском селе Санкт-Петербурга. Но чем примечательно, в Санкт-Петербурге копия, а здесь, в Суханово, оригинал. После смерти супруга в 1812 году Екатерина построила на территории усадьбы мавзолей-усыпальницу и еще один храм. Супруг умер в селе Малинки Рязанской области. И пока она строила мавзолей, прошло два года. И спустя два года она переводит тело мужа сюда. Прекрасный архитектор. 95% что это его творение. Это Доминика Жилярди. Сама усыпальница отдельно стоящая. Ротонда. Потому что внутри ее есть колонны. И по обеим сторонам небольшие строения. Потом идет колоннада, которая упирается в колокольню. В последующие годы усадьбой владел племянник Дмитрия Волконского Петр Михайлович. Предположительно, прототип героя романа «Война и мир» Андрея Волконского. Примечательно, что в этом месте на территории нынешнего Ленинского городского округа и закончился род князей Волконских. В советское время здесь находился санаторий Союза писателей. А в усыпальнице располагалась столовая. Сегодня территория признана объектом культурного наследия народов Российской Федерации и открыта для посещения. Юлия Погасян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, ВиннетВ. Напоминаем, что 10 сентября в субботу состоится празднование Дня города Видное и Ленинского городского округа. Утром и днем основные торжественные мероприятия пройдут около кинотеатра «Искра». А вечером на стадионе «Металлург» вас ждет большой концерт, по завершении которого фейерверк. Обращаем внимание, что в районе праздничных площадок будут перекрыты дороги. Планируйте заранее маршруты объезда. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания.